всем привет сегодня начинаю свой влог в новой квартире но это не наша квартира мы просто пришли посмотреть на планировку вообще какие квартиры сдаются сейчас у нас напротив нашего дома построили апартаменты и сейчас вам покажу вот мы заходим здесь у нас такие встроенные шкафы для обуви вот они наверное все одинаковые я думаю очень удобно что шкафов много вот например вот этот шкаф и с этой стороны тоже шкаф здесь тоже все шкафы в коридоре и как вы заходите сразу с этой стороны у нас ванная комната это гостевая здесь у нас детская просто комната 1 вот такой вид из окна сегодня у нас дождик вот такой вид из окна здесь у нас тоже встроенные шкафы ящички зеркало здесь тоже полочки можно там книги игрушки хранить так этот шкаф у нас не открывается здесь бойлер выключатель далее идем вот это тоже что-то типа кладовки вторая комната во второй комнате нет встроенных шкафов нужно будет брать свои шкафы также бойлер отдельно в каждой комнате отопление здесь тоже бойлер идет основной зал гостиная домофон здесь вид уже тоже на площадку на детскую и на следующий дом далее у нас идет кухня места для холодильников почему два потому что корейцы в основном берут два холодильника один обычный один для кимчи вот так выглядит кухня газ плита такая раковина шкафы здесь такой планшет с него можно посмотреть видеонаблюдение на детские площадки на подъезды и так далее далее здесь у нас идет тоже кладовая и здесь ставятся стиральные машинки сушилка такой маленький балкончик здесь тоже можно хранить что-нибудь здесь тоже у нас полочки здесь еще одна кладовая круто то что очень много места для хранения куда можно все спрятать да я видела и здесь у нас уже идет спальня родительская от родительской спальни есть тоже свой маленький балкончик и здесь есть такая интересная комнатка она идет как бункер то есть если там не дай бог что-то случится там не дай бог война и так далее нужно прятаться здесь написано вот и дальше от родительской спальни еще идет своя душевая вот так она выглядит душевая комната дальше здесь для мамы свой туалетный столик с ящичками где можно хранить косметику всякие женские штучки и также внутри гардеробная тоже шкафы покупать не нужно можно все сразу развесить очень-очень удобно как вам такие квартиры в основном в корее все планировки одинаковые идут все квартиры плюс-минус похожи друг на друга просто отличаются там какими-то мелочами а в целом все похожи напишите как вам квартиры в корейском стиле мы пришли сейчас уже в другую квартиру она находится в другом доме и она немного отличается вот здесь например есть зеркало и шкафы для углови только с одной стороны со второй нет там были с двух сторон далее заходим здесь у нас первая комната также есть встроенные шкафы в принципе похожи на ту комнату но здесь уже ванная комната идет с другой стороны вот здесь так выглядит далее здесь уже у нас не просто полочки а полная комната и она идет сквозная здесь можно хранить там рис картошку и так далее и так далее в общем все что вы закупаете можно хранить здесь здесь комната для стиральной машинки для сушилки и сразу отсюда же идет выход на кухню то есть это комната идет сквозная вот отсюда можно выйти на кухню давайте я сначала покажу вам вторую детскую в принципе там показывать особо нечего просто комната как и в той квартире нет своих шкафов встроенных точно так же и вот снова пройдемся отсюда на кухню кухня у нас здесь тоже похожая просто идет в другую сторону немного мойка вот такой вид из окна и здесь видите она зеркальная здесь вход для холодильников с другой стороны находится здесь кладовка вот такой зал здесь есть уже встроенный кондиционер а в той квартире не было давайте вам вид из окна покажу вот там будут все сейчас обустраивать будет парк и из зала выходим в родительскую спальню родительская спальня выглядит вот так также свой балкончик также бункер и здесь у нас идет душевая из родительской спальни также столик и здесь посмотрите кладовка она другая она здесь удобнее там была угловая а здесь она широкая просторная вот но в целом кажется что та квартира была поуютнее что ли напишите ваше мнение всем еще раз привет сегодня уже другой день последний раз я вам показывала квартиру когда мы ходили и смотрели с друзьями сегодня я вышла с маникюра вот такой маникюрчик сделала сегодня обычно я предпочитаю какие-нибудь нюдовые оттенки но сегодня решила сделать что-то яркое потому что уже весна даже скоро лето поэтому хочется чего-то такого необычного вот сделала что-то в виде моря морской волны вот и настроение отличное я кстати сменила мастера это был очень болезненный для меня процесс потому что я очень привязываюсь к людям и мне было тяжело если вот я нахожу прямо своего мастера то я очень верный клиент вот к последнему мастеру я ходила 4 года до этого я ходила тоже где-то 2 или 3 года но мастер переехал поэтому вот я сменила в этот раз я сменила мастера потому что мне было жутко неудобно ездить к нему вот каждый раз были какие-то проблемы с парковкой и так далее вот и был дискомфорт только из-за этого в целом мастер меня устраивал полностью и поэтому собственно говоря мне очень было сложно от него уйти морально вот но я решилась подумала нужно пробовать и если это будет комфортно в плане местоположения то почему бы и нет вот я пошла к мастеру который живет в нашем доме это оказывается супер удобно я проснулась там чуть ли не за полчаса до записи просто спустилась на лифте даже не выходя на улицу и вуаля вот в целом мне очень понравилось и работа и вообще сам мастер мы уже были знакомы с мастером поэтому в принципе там привыкать не нужно было не было ни ловкости вот и поэтому мне все очень понравилось настроение супер зашла я уже на работу что еще хотела сказать по поводу маникюра мне очень повезло еще с предыдущим мастером что она оказалась очень такой понимающей и я ей написала просто огромное сообщение там и с извинениями и с благодарностью за все это время что она делала мне маникюр и она сказала да конечно вы должны ходить туда куда вам удобно как комфортно поэтому если вдруг что в любое время возвращайтесь ну то есть это вот прям адекватная реакция взрослого человека за что я очень благодарна потому что я очень сильно переживала вот но все прошло супер и я пришла на работу вот хотела вам показать свои новости во первых сейчас покажу я сменила свой рабочий телефон у меня до этого был samsung а 32 ну то есть это совсем такой бюджетный телефон а в этот раз я взяла себе iphone 13 мини и что хочу вам сказать вы знали вообще что в корее можно брать бесплатные телефоны нет у меня до этого вот samsung тоже был бесплатный то есть что значит бесплатный телефон вы просто оплачиваете связь и берете этот телефон у сотового оператора аппарат вам дается бесплатно и вы просто платите за связь вот и у меня тот контракт закончился и написали смс вы можете либо получить скидку на связь либо взять новый аппарат вот вот я поехала узнала все условия вот и на предыдущем контракте мне условия не очень понравились поэтому я пошла к другому сотовому оператору узнала так как тот контракт уже полностью закончился я узнала и подключила новый контракт и взяла вот айфон он меня полностью устраивает он такой маленький такой удобный вот и он тоже дается бесплатно просто нужно платить за связь вот и контракт на два года по-моему это вообще супер выгодные условия если вдруг вы живете в Корее и не знали об этом вот можете обратиться в сотовую связь вам все расскажем вот и что у меня еще здесь здесь у меня мои перекусы сейчас я уже потихоньку перехожу на диету также продолжаю тренироваться хожу в зал вот и если раньше я ходила в зал и просто тренировалась но не сидела на какой-то диете ела все то в последнее время я убрала полностью все сладкое из своего рациона и вот потихоньку уже начинаю убирать мучное и результат уже в принципе виден это радует очень вот и так как я работаю без перерывов у меня уроки подряд идут и я взяла с собой банан и протеиновый шейк вместо обеда завтракаю я дома и ужинаю тоже уже дома вот и продолжаю пить воду потому что пью я обычно очень мало эта бутылка помогает мне следить за тем чтобы я выпивала суточную норму вот такие вот новости думаю думаю что уже продолжу свой влог выходные а я пошла работать всем доброе весеннее утро это завершающий день моего влога сегодня я приехала на учебу всех директоров учебных центров собирают каждый год на обучение говорят новые законы в общем впрочем ничего нового все то же самое говорят я уже третий раз приезжаю на обучение вот но это обязательно потому что дают бумажечку такую без которой могут выписать штраф вот и сейчас у нас перерыв 10 минут я иду в ближайшую кофейню чтобы взять либо кофе либо чай потому что я приболела кстати если вы посмотрите мои старые влоги прошлогодние я тоже ездила на учебу когда я тоже болела и искала горячий чай но тогда рядом не было кофейни я пошла в магазин вот а здесь прям рядышком кофейни наверное возьму чай с лимоном горло болит ужасно но в целом состояние уже конечно получше практически вылечилось смотрите как у нас уже все зелено цветочки деревья деревья травка все такое красивое вот сейчас еще приду и покажу вам сам зал аудиторию и кофейню тоже вот я пришла в кофейню смотрите какая она атмосферненькая здесь открыто все фонтанчик кстати я уже тоже в одном из своих видео рассказывала что здесь у нас проходила свадьба вот и от этого свадебного хола есть отдельно кофейня здесь можно иногда смотреть как проходят свадьбы чужие такие цветочки здесь продают интересненько заказалась супе чай с лимоном такие нам книжечки дали для тех кто плохо слушает что там происходит можно потом прочитать здесь все есть вот я думаю для чего нужно там сидеть если можно просто отправить по почте эти книжки и тут в принципе все написано то что они говорят а вот тут еще оказывается выпечка есть я вначале не заметила кстати это очень вкусные булочки мокавон называется кофейные хлебушек разный кстати раньше в корее не так уж была популярна выпечка они ели мало хлеба были неприучены так сказать а в последнее время я заметила что корейцы очень много хлеба едят и поэтому выпечка стала более разнообразная и более вкусная и когда я только приехала в корею я помню жаловалась что здесь невкусный шоколад и выпечка но сейчас и шоколад и выпечка все стало очень вкусным а и еще мне не хватало сыра здесь было во-первых его очень мало во-вторых он тоже был какой-то не очень вот а сейчас большое разнообразие очень вкусно поэтому в принципе когда у меня спрашивают что тебе отправить или что привезти я думаю да вроде ничего здесь уже все есть чай пахнет имбирем как будто сейчас стояла в очереди и заметила что многие пришли с этого обучения потому что они были с этими книжечками на перерыве все пришли за кофе кстати кофе я научилась пить в Корее раньше не пила а в Корее такая культура что они практически каждый день даже не практически а каждый день после обеда после любого приема пищи идут в кофейню это как обязательный ритуал и я тоже привыкла и теперь тоже без кофе не могу но так как болею взяла себе чай они сейчас вот представляете сколько там людей в этой аудитории они практически все пришли в эту кофейню а наш перерыв уже заканчивается поэтому сейчас зайду покажу вам аудиторию а вот еще прежде чем посмотреть аудиторию посмотрите как здесь все зелено и красиво каждый уголочек каждый клочок земли как парк в Корее весной и летом но летом некомфортно гулять потому что очень душно жарко влажно как в бане а весной вот самое то трансформер какой-то облагораживает 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 так красиво они видите еще что-то сажают детская площадка это вообще образовательный центр здесь проводят вот такие обучения либо для деток привозят их из школ из садиков что-то показывают рассказывают и так же вот для преподавателей для директоров учебных заведений тоже проводятся такие лекции образовательные как же красиво я просто обожаю вот эти сосны так они выглядят классно ну все я пошла все 헤어 это да трансформер трансформер либо 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 вот и все я уже вышла с обучения прошло три часа и сейчас уже поеду на работу вот я не понимаю для чего они делают это обучение обязательным каждый год я понимаю если бы они делали это только для новеньких директоров но я вот уже третий раз и они говорят все время одно и то же зачем я не забыла за год эту информацию ну ладно надо так надо в общем спасибо всем за просмотр я не помню было по моему три или четыре дня влога надеюсь было интересно всем спасибо всем